МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Создается повседневная жизнь при Хрущеве и Брежневе. В советской столице. В советской столице при Хрущеве и Брежневе. Ну, в общем-то, и действительно, можно и без советской столицы, потому что все жили одинаково, но в Москве чуть лучше. Чуть лучше, да. Вот мы с вами говорили о выставке подарков Сталина. Я вас уверяю, если бы сейчас достали всё это, а несколько лет назад была такая идея, и показали бы не с точки зрения восхваления вождя, а вот быта нравов эпохи, то мы бы поразились. Вот посмотрите, какие удивительные экспонаты. До 62-го года это всё экспонировалось в Музее революции. Фарфоровый сервиз с портретами членов политбюро на чашке. А ты и я же так. Из Хрущева пить ваза с портретом самого генералиссимуса. Это опасно, такую вещь. В неё ничего и не поставишь, в эту вазу не бросишь, не дай бог. Курительные трубки из ценных пород дерева. Ну, мы знаем, что он очень любил курить трубку. Телефонная парада, помню, оторвусь немножко от темы, карикатура была в «Крокодиле». Он курит, трубку стоит, а дым превращается в лица, лица бесконечные, лица людей. То есть он выкурил так вот всё странно, понимаете? Выкуривает. Так вот необычна была эта тема. Всё-таки умели тогда. И журнал был хороший, «Крокодил», куда всё подевалось? Жалко. Да, удивительные. Помните, как герой фильма, живёт такой парень, Куравлёв его играет, на сяре, говорит, вон рисует. Алкоголиков рисовать умели. Да, ну вот продолжим. Что ещё дарили вождю? Посмотрите, телефонный аппарат в форме земного шара с рычагом в виде серпа и трубкой в виде молота. Какой всё-таки удивительный вкус у народа нашего. Причудливость такая. Скульптура «Кузнечик на капусте». Вот это очень нравится. Романтизм какой-то. Ему подарили. Тоже как-то могло. Могло, потому что мог задать вопрос, кого вы имели в виду? Что за капуста такая? А что за кузнечик? Шашка из златоустовской стали с панорамой Сталинградской битвы. Представляете? Да, он мечтал выиграть. Да, и его же именем был назван город. А почему мечтал? Потому что, Саша, одна из причин, потому что Царицын проиграл. Да, да. Проиграл Царицын. С Ворошиловым они там. Недавно я узнала, и мне это поразило, что когда немцы проиграли битву, они устроили траур в Германии по погибшим солдатам. И один из наших исследователей сказал, как интересно, что у нас ни разу не было траура по погибшим солдатам, по людям, которые остались там навсегда по разным причинам. Это известный факт, действительно, был траур там. Но у нас вот такого не было, потому что у нас всё-таки очень много было таких потерь. Ну и людей много. Вообще нас не любят. Не любят. Говорят, что некоторые современные исследователи утверждают якобы, что у нас нет культуры траура. Но эта тема очень сложная. Недавно прозвучало это в связи с аварией самолёта в Московской области. И тут же началась Олимпиада. И как-то люди не поняли некоторые, что как-то всё произошло смешение. И тут такое горе, понимаете, и тут какой-то непонятный. Я тоже считаю, что меру всё-таки в веселье надо знать. Но потом по всем программам, по многим, веселились, пели, танцевали, шутили. Всё-таки так сурово, потому что это же мы с вами живём. Здесь надо говорить не о том, что нам кто-то не указывает, как нам относиться к этому. Нам никто не должен указывать. Мы сами должны. Мы сами, сами изнутри должно это идти, а не ждать каких-то указаний. Пустить лебединое озеро. Согласитесь, мы привыкли, может быть, к этому? Да. Так вот, продолжим эту тему печальную. Подарки Сталина. Сребряные шахматы. Нефритовые вазы из Китая. Композиция из жизни рыбаков Енисея. Вот это особенно. Из Дивни Мамонта. Вот это. Ну и рисовое зёрнышко. С портретом Сталина, выгравированным на нём. Трогательные детские рисунки. Ну вот смотрели люди, и многие, я думаю, что те из наших слушателей, кто вот жил в то время, ну наверняка сейчас найдутся те, кто подтвердил, да, ходили, да, смотрели с завода, с фабрики массово выставки подарков вождю. Ну были экскурсии, водили людей. Ну вот в Кремль не водили, потому что он был закрыт. Это очень важно. Это была зона запретная. И лишь в июне 55-го года, после долгого перерыва, доступ в Кремль свободный был открыт. И любой желающий мог туда попасть с 9 утра до 8 вечера. Ну эта история известна, как не могли никак решить они. Ну то, что Ворошилов примет. Ворошилов примет Ефремович, да, председатель Президиума Верховного Совета Союза СССР. Должность такая, ведь как она звучит. Она, на самом деле, ничего не решала. Ничего. Подписывал. Но пенсия, зарплата и льготы были хорошие. Да, ну он, конечно, был не на месте явно, потому что такая бутафорская должность, фигура бутафорская. Человек уже находился в маразме. И вот эта знаменитая история с телеграммой от Елизаветы, я ее как-то рассказывал, когда прислала. Елизавета, Елизавета прислала поздравление к 7 ноября, ему говорят, Климент Ефремович. Он номинальный глава государства, как вот Калинин был, да. Ну что это за глава, у которого жену арестовали, а он ничего не может сделать? Никакой он не глава. Ну, кого-то он, конечно, выпустил и помог. Помог он кое-кому, кто к Калинину приходил, но все-таки не до такой степени. И вот Ворошилов обрадовался, говорит... Хочется, Саша, возразить, сажать не надо было. Сажать не надо было, да. И Ворошилов поблагодарил и говорит, давайте сейчас телеграмму, не письмо, а телеграмму ответную в посольство. Ну, они послали посольство Великобритании, а там ни о чем не знают. Перепутали, оказывается, двух Елизавет. Елизавета Бельгийская, большой друг Советского Союза. И Елизавета Вторая, дай бог ей здоровья. Ей 93 года, она прекрасно водит машину. Прекрасно водит машину, чай покупает в одном магазине, мы вместе там с ней покупаем. Чай, не будем делать рекламу. Но все-таки намекните. Там развесной он. Там есть магазин в Лондоне, небольшой, сейчас названия много. И вот там, оказывается, она покупает, всем рассказывает. Знаешь, все мы, наверное, там покупаем, кто был в Лондоне. Все туда идут покупать. Но чай там развесной, что мне кажется. На хорошей. Железные банки. И вот, представляете, они вот в развес вам, пожалуйста. То есть не то, что запечатаны. Пожалуйста, сколько нужно вам насыпят. И в баночки вы везете сувениры. Красиво, изящно и, главное, ароматно. Сейчас забыла. Название очень красивое этого магазина. Может, кто-то из наших слушателей тоже там покупает чай. А у нее еще всегда есть сумочка. А в сумочке я знаю, что находится. Губная помада, зеркальце и мятные таблеточки. Прекрасно. Удивительный образец стиля. Да, удивительный, конечно. Никто не смог в этом смысле ее как-то превзойти. Но только Жаклин Кеннеди. Потому что, когда приехала Жаклин Кеннеди, она с удовольствием смотрела, как она, Жаклин, одета. И какие-то вещи приняла на вооружение. Интересно. Ну вот, что же у нас с Кремлем? Уговорили Ворошилова покинуть Кремль. Ему Хрущев сказал в ответ на его какие-то претензии. Видишь, я вот привык гулять после обеда по дорожкам Кремля. Как это так? Это люди здесь все затопчут, понимаете. Ну, как-то так. Ну, ведь ничего. Погуляешь в другом месте. Жестко. Открыли. Жестко. 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 Открыли. Ведь это самая большая, по сути, городская крепость, сохранившаяся в Европе. Уникальность нашего Кремля. Она всем известна. Народ ринулся в Кремль. Царь Колокол. Царь Пушка. Ну, мы знаем, что все фотографировались, наверное, на его фоне, правда. Оружейная палата с ее сокровищами, которые сохранились, слава богу. Ну, частично мы знаем, что очень много было вывезено. И Арманд Хаммер постарался. И ему помогли. И ему помогли. Крылевские музеи. Спасибо, конечно, фестивалю молодежи и студентов всемирному. Потому что, естественно, приезжают иностранцы, и они хотят попасть. И вот смотрите, и иностранцев даже пускают в Кремль. Это поразительно. И в сад можно было пойти. Да, конечно. И вот представьте себе, что в 61-м году была уже там другая выставка развернута. Драгоценности, изъятых у расстрельных московских валютчиков. Тоже интересно посмотреть. Ну, вы знаете, это дело знаменитое Товороктова. Когда там закон применили, он обратной силой-то не имеет закон. А их расстреляли. Обратно исправили закон. Хрущев тогда дал указание расстреляться. А оказалось, что он не виновен. Нет, он как бы виновен, но это вообще было поразительно. Есть закон, по которому он был осужден. И вдруг поступает указание от Хрущева. Уже имеющийся закон ужесточитель. То есть обратная сила не имеет закон. Есть такое правило. А у нас имеет. То есть задним числом мы меняем закон. И его расстреляли. Ну, ни к чему хорошему. То есть по личной инициативе Хрущева. Ну, да. То есть я в книге в другой главе описываю, как менять валюту. То есть там иностранцы, которые приезжают сюда. Здесь всё организовано. Они уже знают, что здесь есть Рокотов, понимаете. Там у него счёт, например, за границу. Ну, к примеру, вот я говорю. Там он предлагает интересную схему банкирам. Одному из них он банкирует, с которым он беседует в национале, в ресторане. Что там они кладут на его счёт деньги, например, да. А здесь он отдаёт как бы уже рублями. Рублями вот этим туристам. То есть такая интересная очень схема. Как не выезжая из Советского Союза, стать миллионером. А вот он им стал. Он им стал совершенно случайно. Там это всё было разоблачён. Но схема была им придумана удивительная. Страна, по сути, с железным занавесом. И можно вот так вот менять валюту. Ну, вот его расстреляли. Ну, мы с вами побывали в Кремле. И все, наверное, были в Кремле. И детьми были. И в советское время было принято классами возить детей. Это, в общем-то, и хорошее было начинание. Жаль, что сейчас утрачено. Потому что всё-таки надо детишек водить и показывать им какие-то образцы. Вот шапка Мономаха, да. А вот там... Карета. Карета. А вот платье, в котором венчалась Екатерина. И что-то ведь останется в голове. Безусловно. Что-то останется. Но был ещё один музей, куда обязательно водили всех детишек. А кого-то там принимали в пионеры. Музей Ленина. Да, центральный музей Ленина, который пропагандировал образ вождя мирового пролетариата. Я вот в своей книжке всё систематизировал. То есть, начинается всё вот с этих официальных музеев. Так и было в то время. Так и было в то время. Первый музей для многих из нас. Это музей Ленина. Я тоже был поражён, как интересно. Настоящая машина Ленина. Понимаете, она стояла. Тоже вот скромный человек был. Руссобалт, да, действующий. Она там в конце коридора стояла. Такая была верёвочка. И вот, чтобы, не дай бог, к ней подойти. Но было интересно. Чайник, котелок, топор, коса, которыми Ленин пользовался в разливе. Тоже мне было удивительно. Разлив, шалаш. Шалаш стоял, да. Он что-то пишет, сидит. Это удивительно. И сейчас вот этот музей есть. И ведь много написал, Саша, всё-таки. Да, много написал. Он всё время писал, строчил. Пальто, простреленное СРК и Фанни Капланы. Многие вот подходили и смотрели, как это она так вот ей удалось. Да-да, презрение минус 15. Да, и куда она потом подевалась. И ведь именно про этот музей Сергей Владимирович Михалков написал стихи знаменитые. Воскресный день, сестрой моей, мы вышли со двора. Я поведу тебя в музей, сказала мне сестра. Вот через площадь мы идём и входим, наконец, в большой, красивый красный дом, похожий на дворец. В доме когда-то заседала Московская городская дума. А какие стихи-то? Стихи, я же не удивлялся. Вот как писал он Сергей Владимирович, у него всё это вот складывалось. 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 И незатейливо так всё-таки, согласитесь. Незатейливо складывалось. У него есть такое стихотворение. Оборона страны – дело всенародное. Есть и атомная бомба, есть и водородная. А ведь глубоко сказал. Глубоко. Такие частушки он как бы защитил. Такие, которые должны были исполняться. Вот этими ярославскими ребятами там всякими. Помните, такой фольклор, но понятно, с какой стороны. Рядом с музеем Ленина соседствовал Государственный исторический музей. Я вот помню, что он всегда находился в тени. Считалось, что, знаете, какой-то замшелый такой. Вот не было такого упора сделанного. То есть изучать и понимать историю нашей страны до 1917 года. Не было такого. Такое ощущение, что вообще истории не было. И истории-то не было до 1917 года. Вот, кстати, хочу обратить внимание на это. Часто спрашивают меня, а почему вы пишете об этом времени? Почему? Вот есть какие-то особенности, как люди вспоминали. В 1917 год. Я говорю, да никто не вспоминал никогда 1917 год. Попробовали бы вспомнить. Попробуйте в 1937 году. Да и в 1945, и в 1960. Этого не было. Зачем это вспоминать? О чем вспоминать? Как хорошо было в 1913 году. То есть, понимаете, вообще в быту это распространено не было. Написание мемуаров. Сейчас только стали писать. Тогда не писали ни писем, ни мемуаров. Я вот сижу в жюри одной литературной премии. И там мемуары есть такая. Секция мемуаров. И вот мне приходится читать мемуары. Люди пишут. Я читаю, 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 читаю. Во-первых, мне это интересно по работе. Во-вторых, все-таки меня попросили прочитать все. Что же вы думаете? Каждый второй пишет о жизни своей семьи. Если человеку уже за 50, это воспоминания о папе с мамой, о дедушке с бабушкой, о прадедушке. В каждых воспоминаниях, вот автора которому вот столько лет, лагеря, война, голод. Я думаю, боже ты мой, ну что же это такое? Ну хоть бы один написал. Страх перед арестом. Страх. И вот, конечно, люди уже сами не попали в эту мясорубку. Слава богу. Ну если 50-60 лет, как бы это уже нормально. В каком году тогда человек родился? В 57-м. Слава богу, так сказать, другие времена. Но вот есть желание рассказать об этой жизни хотя бы своих родителей, своих бабушек. Расстреляли за лошадь, понимаете, лишнюю, как будто он кулак. Вот я все это читаю и думаю, слушайте, а у нас вообще история-то есть другого плана. История 30-х годов. Вот эта история бытовая. Почему в каждых воспоминаниях лагерь и расстрел? Лагерь, тюрьма, страх. Тюрьма, голод после войны. Саша, я выросла в коммунальной квартире на Таганке. У нас была квартира прекрасных людей, но у каждой был родственник репрессированного. И у каждой двери в наших соседей стоял у каждого маленький чемоданчик. Все было собрано. Белье, зубная щетка, там, я не знаю, какие-то сухари. И у каждого стояли. Сухари, мыло, если разрешат. И у каждой двери стоял этот чемоданчик. И все стали. И главное у двери. Понимаете, ведь это я в детстве никак не могла понять, почему у двери. А это удобно. Тебя сразу берут, и ты можешь взять. Потому что у тебя не будет времени собраться. Да, конечно, собраться. Люди с этим жили. Да, и сейчас ведь вспоминают чемоданчики. А это был 60-й год? Это уже не был какой-то там, скажем, 30-й год? Это очень важно, то, что вы сказали о чемоданчике. Даже сейчас это осталось в памяти. И во многом это оказывает влияние на восприятие событий, которые творятся вокруг нас. Конечно. Просто события, я не говорю, каких-то. Вот недавно опять эту тему подняли. Что, оказывается, не так много расстреляли. Что это все клевета. На самом деле, это всего там 600 тысяч к стенке поставили. Сама постановка вопроса чудовищна. Даже если одного расстреляли несправедливо, это уже преступление власти. Конечно. Конечно, не 600 тысяч, а больше. Потому что я вот еще раз говорю, судя по тому, что я читаю, что в каждой семье были. Понимаете, вот такие вот. Потом уже забываем о том, что многие документы уничтожены. Потом эти цифры составляли определенные люди в определенных заведениях и организациях. Поэтому такой уж особенной веры не нужно. Но чего не уничтожишь, так это воспоминания людей. Безусловно, безусловно. Вот это не вытравишь. И страх. И страх, который генетически существует. Да, что все равно даже так будет передаваться информация. Пускай говорят по-другому, пускай там что-то находят, что якобы меньше расстреляли. Нет, ну сама постановка вопроса безнравственна. Больше-меньше расстреляли. Она безнравственно и мерзительна. Я так думаю, что в каждой советской семье был близкий или дальний родственник, который пострадал невиновно. То ли это от доноса. Я даже сейчас знаю тех, кто вот сидел. У меня много знакомых вот старшего поколения. Понимаете? Человек, получается, от 90 лет будет отмечать Муравьев Владимир Брониславович. Наверное, знаменитый писатель, москвовед. Очень много он написал. Тоже удивительный человек. До сих пор пишет ручкой. Представляете? Привычка. Представляете? И книги выходят, всё прекрасно выходят книги. Вот тоже посадили после войны. Анекдот не то, что он рассказал, слушал там его. Ну вот о чём можно говорить? Конечно, это требует внимательного изучения, безусловно, и покаяния. Покаяния, да, которого, к сожалению, у нас ещё не было. Поэтому у нас сейчас всё это опять волной поднимается. Ну подумаешь, там 600 тысяч. Это просто чудовищное... Конечно, человек так оперирует такими цифрами. Цифрами, и ему хоть бы что. Хоть бы что. Ну, вернёмся к Государственной исторической музеи. Несмотря на то, что всё-таки он в тени находился, музей Ленина, где принимали в пионер. А помните, какой была трагедия, когда не приняли именно там? Меня, меня не приняли, да. И это проблема была какая-то? Нет, я нормально отнеслась. Потом вспомнили, что я, когда уже заканчивала школу, а я довольно хорошо её заканчивала, вдруг вспомнили, что я не была ни октябрёнком, ни пионером. Прекрасно. А комсомол минул у вас? И вот, нет, нет. То есть, не запятанный фактически человек, с чистой совестью. И меня в срочном порядке приняли в пионеры, а через месяц в комсомол. Ах, всё-таки пришлось поучаствовать, да? Ну, я в комсомол не попал, потому что, я помню, на меня большое впечатление произвели произведение тогда молодого писателя Юрия Полякова, чиперевного масштаба. Я был поражён, конечно. Так что спасибо ему большое за то, что он открыл и мне, и многим сверстникам глаза. Сейчас он, правда, как-то отказывается, когда его начинают упрекать и говорить, что же ты наделал, ты же сам способствовал разрешению. Он не согласен с этим, трагедия для него сейчас. Но я вот и хочу сказать, что я читал это всё и был поражён. И вторую он написал вещь о дедовщине в армии «Сто дней до приказа». Это тоже было. И здесь он уже второй удар нанёс по нам, по молодёжи. Нет, не по нам, а по нашему представлению о советской действительности, что в армии служить не надо. Не так уж почётно. Да, да, да. Вот мы тогда верили всё-таки в печатные слова. Вера в него в советское время была огромна. Это сегодня книга выходит, но читай, не читай, зачем она тебе нужна? Читают, Саша, всё-таки читают. Она вряд ли окажет влияние на мировоззрение, изменит вашу жизнь. Мы не знаем замысла, как говорит один наш любимый автор. Мы не знаем замысла. Мы не знаем, что в нашей голове поворачивается, что происходит с нашими чувствами, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами. То есть, вы хотите сказать, подспутно, подсознательно. Всё происходит, да? Но там всё было более прямолинейно. Ярко, потому что... Тот же Солженицын, один день Иван Денисович, сформировал целое поколение. Так и здесь. Я хочу сказать, что всё равно, что бы там ни говорили, то влияние вот этих двух произведений, директора Полякова, было очень сильным. Нет, и Солженицын, я помню, работала... Нас называли «Молодая порсель». Это был уже, наверное, самый конец 60-х годов. Мы работали в московском комсомольце. И вышел раковый корпус, его передавали в сам издате. Я помню, в Александровском саду дочка Сахарова, Таня Семёнова, передавала всем читать эту книгу. Мы ночами читали, и я дала почитать своей начальнице Тане Флеровской, замечательному человеку, который очень сформировал нас, вот молодых людей. Мы, поколение Юры Щекочихинов, вместе работали, Паша Гутёнтова. И она сказала, мы сидели ночью, было 12 часов, никого в редакции не было, мы сидели, плакали. Она была такая очень красивая и умная, в неё все были влюблены, она вдруг нас обнимает и говорит, девочки, мы были просто коллегами, а сейчас мы родные после этой книги. Как интересно. Мне тогда показалось, тяжеловато, конечно. Сейчас это невозможно читать. Только по приговору народного суда. Очень тяжёлое повествование, документальное. Я думаю, даже иногда, боже ты мой, а великий ли писатель? Вот такая крамола. Возникает сейчас... Можно ли говорить по радио об этом? Ну, это ваше точка зрения и мне, мне кажется, да. Ну, в конце концов, он и бился за это, чтобы мы могли говорить. Великий ли писатель Солженицын? Я знаю, на памятнике сейчас идёт речь ему. Прекрасно. Ну, то, что он сделал, он открыл заслон. Да, хотя очень много у него завистников, тех, кто пытаются сейчас уже задним числом открыть глаза. Ну, я не знаю, что там и кто там. Действительно, биография его причудлива. Он всё прошёл, все вот эти круги. Он и воевал, он и сидел. Меня это волнует в меньшей степени. Я вам хочу сказать, где он там не сидел. Потому что говорят, что он не сидел, что он в шарашке там чуть ли не отдыхал. Сейчас на Решетовскую ссылаются, на его первую жилу. Я говорю, мне важно, что он написал. Вот один день Иван Андреевич, он написал, вот спасибо ему. Вот он памятник себе создал. Вот он и будет известен всегда. Хотя, может быть, сейчас уже читать, и раковый корпус трудно читать. Красное колесо. В круге первым. В круге первым. Тяжеловато. Тяжеловато. Немного назидательность. Вот так вот как-то. То есть это вот всё-таки то, что он писал уже в 70-х годах, уже это с вершины писалось. Человек добрался. И уже вот Витвардовский же говорил о нём, что вы знаете, да, вот этот человек, который делает свою игру. Свою игру. У него была цель определённая. У Витвардовского другие были цели. Ему хотелось дать дорогу, да, там, Солженицу очень многим. В итоге это свело в могилу его в очень раннем возрасте. Сколько 60 лет ему было. Совсем молодым. Ну, конечно. Ну, это очень точно вы заметили. Его цель была дать дорогу. Поэтому он очень скромно относился к своему творчеству. Он не печатал себя в журнале. Вот да. Мне часто о нём рассказывал, кстати, Яковлевич Ваншенкин, что у него было очень высокое чувство ответственности. И долго. То, что он у себя угробил в новом мире. Вы представляете, не писать то, что ты хочешь, а тратить время на эти постоянные поездки в ЦК КПСС. Отстаивать каждый рассказ, можно или нет. Они, допустим, номер сформировали, всё, потом его рассыпали. Что такое рассыпали? Вот тоже такое выражение сегодня спросил от молодого слушателя. Что такое рассыпали номер? Набор рассыпали. Это же набор-то делался, так сказать, по буковкам, да, там, монотип, ленотип. Собирали всё это, буковку каждую там, да. И потом вот это собирают, печатают. Всё рассыпали. И всё сначала. Рассыпали набор. Да, всё не было, так сказать, номера. Поэтому мы потеряли, конечно, не просто хорошего, замечательного главного редактора, вот, Лисе Твардовского. Но писателя. Писателя. Очень много мог бы написать. Но он посвятил себя другому. Другим. Это, конечно, подвиг был. Он многим дал дорогу. То есть вся литература, писателя, которым мы сейчас гордимся, он... Безусловно. Он сформировал, да, целую волну. Итак, вернёмся в исторический музей. Тем не менее, как бы в тени он не находился, но там было что посмотреть. Например, древний чёлн третьего тысячелетия до нашей эры, найденный под Воронежем. Бородинский клад. Мстислава Евангелия. Золотая чарка Петра I. Медаль за пьянство. Ну, все мы знаем, откуда такая медаль. Вот. Не менее интересно было сходить в храм Василия Блаженного, да, на другой стороне Красной площади. Но об английском клубе мы уже говорили. Вот ещё удивительный музей, куда также водили экскурсии, как правило, с предприятий. Это музей Красная Пресня на Большевистской улице, ныне Большой Предтеченский переулок. И подпольные типографии ЦК РСДРП на Лесной улице. Вот мне всё время было интересно, что эта типография, она работала в подвале магазина, оптовой торговли кавказскими фруктами Каландадзе. Вот надо было открыть люк, чтобы проникнуть в эту подпольную типографию. Там восточный колодец был, лаз в тесную коморку. И там уже вот эта печатная машина, вот где зарождалась искра, а из искры пламя. Очень любили с семьями ходить в музей вооружённых сил на улице Советской Армии. И сейчас там много техники военной. Народу немного, конечно. Он ходил со своими сыновьями, то один, то второй, подрастал. А интересно, Саша, интересно сегодняшним... Полазить интересно. Всегда вот мальчику интересно то, что он видит на экране, посмотреть, так сказать, вживу эти танки, самолёты. Полазить, свои руками потрогать. Вот в основном, там же нельзя лазить-то, но в основном, ну, шаг, за ними радиус смотришь. Это надо смотреть, чтобы не свалился. Ну, слава богу, там эти люки заварены, то есть... Не свалятся. На Кутузовском проспекте в 62-м году открылась Бородинская битва, да, совершенно верно. Тоже вот удивительные случаи. 150 лет отмечалось, и уже как-то по-другому, да, отношение к Отечественной войне. Повлияла война Великой Отечественной. Что та война тоже была Отечественной. И тоже было много жертв, и много бессмысленных жертв. А ведь изначально панорама Франца Рубо была создана в 12-м году и экспонировалась в павильоне на чистых прудах. То есть близко довольно-таки, в центре совсем. На 18-м году её маненечка... Того. Того, да. Кутузовская изба в филях. Ну, я сразу скажу, это не та Кутузовская изба. Я об этом рассказываю в своей книге «Кутузовский проспект». Не та изба. Да, давно разобрали уже её. Это ещё в 19-м веке ещё. Это целая эпопея. Вот мы всё говорим, как вот сейчас у нас. Никакого внимания каким-то в некоторых, так сказать, областях нашей страны. Ну, а каким-то даже, вот смотрите, памятник, по каким только недавно поставили. Калашников. Калашников, да. Вот вам, пожалуйста, живой пример равнодушия. Кутузовская изба, где Кутузов свой военный совет в филях проводил, заменитый. Она долго стояла бесхожная. И решил там же оставить Москву. Да, и вот в результате её разобрали. Она и сгорела, и ветеран там был, который охранял. История длинная, мы, может быть, отдельно поговорим. В итоге ничего не осталось. Она сгорела. Ну, что там можно на попелище найти? Вы можете себе представить? Была она утеряна. Это ещё, знаете, какие года? 70-е, вот того, 19-го века. И никак не могли решить, кто на баланс её возьмёт. То ли Москва, да, Московская дума. Тоже вот она заседала, эта дума, вот эти думцы. Постоянно они обсуждали и обсуждали. Обсуждали и обсуждали. Почитайте вот заседания, протоколы. Тоска. Всё, они, любое начинание, они умудрялись. Заморозить, да? Заморозить. И метро нам не нужно. К чему оно? Трамвай нам не нужен. Зачем? Зачем нам Московская железная дорога? Как это дорого? Вот та окружная, которую сейчас возродили, мы ей все пользуемся. Замечательно. Десятилетиями решались вопросы электрификации. Зачем? Водопровода московского. То есть сейчас всё гораздо быстрее, хочу вам сказать. Почему так? Многие из гласных думы были купцами и ворочали огромными капиталами. И держали бизнес, да, в этой сфере. Перевозок, например. Например, с одного вокзала, на другой перевезти товары. Это же сколько надо было заплатить? По пятачку, например, да, за ввоз. А тут ему говорят, что давайте соединим вокзалы. Зачем же терять деньги, да? Конечно. То есть они впрямую саботировали любое прогрессивное решение. Вот такая была ситуация. Остановимся, Саш. Ситуация заманчивая и интересная. Офигулович, есть потребность оглядываться назад для того, чтобы, может быть, как-то идти дальше. Я напомню, Александр Васькин, писатель, историк Москвы, москвич, наш сегодняшний гость. Ирина Кленская у микрофона. Через несколько минут вернемся и продолжим гулять по Москве. По музеям мы сегодня бродим. Осталось. До новых встреч.